Отделение, остановитесь! Равняйся! Смирно! Грудь смотрит вперёд, подбородок чуть приподнят. Следующий шаг – доклад командира отделения. В строю 14 ребят. Внешний вид на оценку – отлично. Дальше – священный ритуал. Парни и девушки произносят торжественную клятву. Новый военно-патриотический клуб «Юные защитники» на базе 27-й школы имени Веры Хоружий начинает своё функционирование. Теперь официально. Военно-патриотическое воспитание молодёжи всегда очень важно. Особенно актуально в современный период, когда после событий 2020 года мы видим санкционное давление на нашу республику, на прежжённость, на наших границах молодёжь должна беречь, ценить и защищать наши национальные символы. У нас планировано еженедельно 2-3 часа, может быть, им чаще 2-3 раза в неделю встречаться, делить группы, но чтобы можно было заниматься, и они постоянно находились в армии. 147-й зенитный ракетный полк. Для ребят это своего рода полигон, где их обучают военному ремеслу. Некоторые уже подготовленные бойцы. Владислав Ефимов давно сроднился с автоматом, знает тактико-технические характеристики АК-74. Вес, калибр и прицельную дальность. В разборке и сборке оружия также преуспевает. Первый норматив выполняет за 30 секунд. Контрольный спуск, потом шомпул, потом компенсатор. До армейских показателей 15 секунд парень не дотягивает. Но это пока, уверен инструктор. Ведь у Владислава есть все качества для достижения цели – дисциплина, собранность, внимание и терпение. В классах шестых-седьмых я смотрел на ВПК-классы, ну и сам как бы захотел пойти в этот ВПК-класс. Мне понравилась форма их, то, что они ходят по всяким военным частям. В дальнейшем, в будущей жизни мне это по-любому понадобится. Я же все-таки мужчина, не должен защищать свою семью. Медицинская подготовка – одно из основных занятий в расписании. Здесь ребятам показывают и рассказывают, как нужно действовать при остановке сердца, солнечном ударе, переломах и отравлениях. Правильное наложение жгута при кровотечении – необходимый навык на поле боя. Закрутку накладывают на одежду, указывают время и контролируют отсутствие пульса на периферическом сосуде. После – разбор ошибок. Когда вы накладываете жгут, всегда освобождайте поле ранения. Например, у него здесь ранение, всегда обрезайте руках, чтобы вы видели, что здесь может происходить. Отработка слаженных действий в бою – один из этапов на занятиях по тактике. Это и правильное обращение с оружием, и стрельба из разных положений. Тут же учатся работать в группе, занимать оборону, незаметно пересекать местность. Отдельное внимание – строевой подготовке. Азы будут уже заложены. Как мы все знаем, все умения. У них после каждого занятия будет переосмысление какое-то. Соответственно, к службе вооруженных силах они уже придут более-менее, скажем так, уже подготовлены. Юные защитники – один из семи военно-патриотических клубов Бобруйска. В единый строй ребята становятся по зову сердца. Главное, чтобы навсегда сохранили в себе любовь, преданность и желание работать на благо родной страны. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.